Нынешняя власть предлагает украинским пенсионерам получать пенсии по принципу «кто раньше встал, того и деньги». С 10 февраля по всей Украине начались задержки с данными выплатами. В отделениях от банков и почты пожилые люди с самого утра выстраиваются в очереди, дабы получить заветные деньги. Но дозированных средств, увы, хватает не на всех. 14 числа был срок, не было пенсии. 15 числа, суббота была, не было пенсии. Но сегодня может быть пенсия. Не может, дорогие, поступить в фонд пенсии, потому что затрачено. Почитайте, сколько миллиардов там накрыли мокрым родным. А человек получает на карточку. Пришла смс, скажу, пенсия пришла. А на карточке нема. Я пришла, спитала у той банк. Там сказала, что все пенсии задерживают минимум на два дня. А вот это отделение почты совершенно в другом районе Киева. Но, как и вообще от банки, здесь хватает желающих получить свой скромный ежемесячный доход. Где деньги? На этот вопрос чиновники высшего ранга не отвечают. В один голос они твердят о дырах в бюджете и нехватке средств по всем направлениям. К сожалению, правда то, что к нам вернулось это страшное явление в виде долгов по пенсии. Пока она небольшая. В деньгах это примерно полтора, ну несколько больше полтора миллиардов. Во времени это отставание где-то примерно полтора-два дня. Но самое страшное то, что это возвращается. В пенсионном фонде же обещают до конца месяца все пенсионеры получат свои средства. На официальном сайте учреждения появился отчет о финансировании более 50% от месячной потребности в выплате пенсий. За оставшиеся дни февраля пенсионный фонд рассчитывает получить еще около 10 миллиардов гривен. Поэтому чиновники предлагают пенсионерам просто ждать. Это жесточайшее просто издевательство. Это при том, что воруются в государстве огромные деньги, значит половина экономики в тени. Ждать украинцам приходится и социальных выплат. Еще недавно в конце 2013 Николай Азаров заявил, что в Новый год страна входит без долгов в социальной сфере. В этом правительству помогли российские деньги. Также Николай Азарович прогнозировал, что задержек не будет и в 2014. Но слова его не оправдались, так как ни Россия, ни кто-либо еще Украине пока денег не предлагает. Некоторые эксперты считают, что задержки с пенсиями и социальными выплатами могут превратиться в традицию. Поэтому советуют украинцам быть готовыми ко всему.